Так, милые мои, так, фокус, фокус поймался. Короче, побежала я на автобус, время уже восемь часов, к восьми подходит, без пяти восемь. Бегу на автобус, поеду на автостанцию, мне надо встретить целикомский автобус. Ура, мне справку отправили. Я прям очень рада, завтра пойду документы делать, так что, надеюсь, уже скоро сделаем. Всё, бегу-бегу, ребяточки мои, бегу. Всё, бежим-бежим-бежим, бегом своим, вон уже автобус, видите, и приехал. Сегодня поздно, с Оксаной уроки делали, и соскочила, смотрю, время-то уже, ё-моё, бегу-бегу-бегу, обываться, одеваться, и побежала. Ладно, поехала на автостанцию. Ребят, съездила, встретила автобус, замёрзла, как суслик, пальцев на ногах вообще не чувствую, целый час простояла, прождала автобус в Пермск, в Соликамске. Я думала, он на Пермском проходящем отправил, а он, оказывается, на Соликамском отправил, на половину девятого, который был, пришлось ждать, на полвосьмого, который был. Короче, зашла в магазин мелким, вот такую вот вкусняшку взяла. Я уже как-то им какую брала, вот когда чемоданчик сюрпризом был, Илюшкин на справочке. Ура! Я завтра пойду документы делать. Марин, подожди, потом сметанку взяла немножко, и творог немножко взяла, и кефирчика два литра взяла, у меня дети кефир получили. Во всей покупке вы что ждёте больше? Всё, не ждите больше. Ладно, всем хорошего вечера. Так, я пока ездила. Ай, муж сварил суп грибной. Грибной с макаронами. Всем покушать, всем приятного аппетита. Всем доброе утро. Я ездила в город уже с утра на отметку. Я в центре занятости стою по безработице. Надеялась, что, может, работу какую-то предложат, но у нас только в других городах. Вот так, как у меня маленький ребёнок, пока ещё вонюша, но у Васика пришла, я вижу. Василис, нельзя корм лазить пробовать. Смотрите, у нас Вася в обночке. Ну, кто в инстаграм подписан, знает, какая у нас Вася. Да, Вася? Вроде эту кофту не снимает. Молоком взяла 3 литра домой. Потом дрожжи мне надо было. А, имбирь себе немножко взяла. Дрожжи у меня заканчиваются. Хлеб с тряпами часто взяла маленькие дрожжи. И колбаску. Немножко взяла. Вот такие вот все покупки в целом. Съездила опять на отметку. Нет, пожалуйста, в другом городе есть. Работа может ехать на... И жильё там снимать отдельно. Видите, там вот... Некоторые организации звонили, а там жильё не предоставляют. Там... Сам ищи жильё и, пожалуйста, устраивайся на работу и всё. И живи, работай. А жильё снимать сейчас не держала. Получится, что вся зарплата уйдёт на жильё и смысла тогда нету. Ехать в другой город работать. Вот такие вот дела. Ванюшенька у меня уже проснулся. Ванечка кофточку выправляет кошке. Сейчас поставим чайник. Будем чай пить. Да, Рудюшка? Будем чай пить. Ты опять кису трогаешь. Не трогай ты кису. Пускай она спокойно поест. Так что вот такие вот у нас, ребятки, новости. Вот такие вот у нас дела. Сегодня ещё на почту надо будет сходить. Забрать посылку. Так что вот как-то так. Ладно, всем хорошего дня. Дорогие друзья, у нас уже день. Короче говоря, я поехала в город. Сейчас пойду возьму лицевой счёт за свет и за воду. То, что у меня нет задолженности. И пойду в МФЦ сдавать на детские документы. Тейсон, привет! Привет, мои хорошие! У нас тут, слушайте, по нефтяникам столько собак с стаи прям бегают. У меня Оксана стала бояться ходить на остановку. Нет-нет, да приходится саму её водить. Ладно, мы сейчас с вами идём на автобус. И поедем в город. Да, Тейсон? Документы делать. Тейсон! Ладно, поехали. Так, ребят, взяла справку о составе семьи. Сейчас иду в Энергосбот. Мне надо оттуда лицевой счёт и выписка. То, что нет задолженности. Видите, как ходить приходится? Дороги узкие, и вдоль дороги идёшь. Вот такие вот дела. Ладно. Шагаем. У нас снега нынче вообще очень много. Пишите, сколько у вас снега. Есть ли у вас вообще в вашем городе снег. Потому что я знаю, многие живут там, где нету снега. Так что вот так. Светик у меня где-то в городе. Они сегодня с классом проходят медкомиссию. И она должна будет потом мне как-то свободиться, позвонить. И мы с ней встретимся, и будет она со мной ходить пока. Документы сделаем, потом вместе домой поедем. Ладно, побежала я, а то время идёт. Остаю, жду свету. Она вон там, вон вдалеке идёт. Там, там, там. Короче, далеко там идёт. Сейчас дождусь её, и мы пойдём в ту вот сторону. Там на энергосбытный. Не надо, там будет бумажку взять. Вот, нас ждём. Дорогие друзья, приехала я уже с города. Короче, сегодня документы опять не сдала. Потому что по записи меня записали на завтра. Я говорю, сегодня как, она говорит, придётся долго сидеть. Ну, факт то, что я говорю, ладно, давайте тогда на завтра. Записали. Я говорю, а я звонила, мне сказали, что нету записи. На ближайшие дни только на февраль есть. Она говорит, надо было регион назвать, тогда бы вас записали. Я говорю, ну, хорошо. Какой уж вас будут знать. И, короче, записали меня завтра на 12, ой, на 14.10. Мне надо вот идти в МФЦ, нести документы. Короче, зашла я в магазин. Что я взяла? Селёдку солоную, хлеб 2 белого и 1 чёрную. И на пробу мы увидали со Светиком вот такие вот творожный сыр. Короче, тут сыра богато, с зеленью. И с грибами и лисичками творожный сыр. Два разных за 120.00. Короче, взяли на пробу попробовать. Мы никогда такой не брали. Сейчас намажем всем понемножку и попробуем. Вот такие вот покупки у нас. Всё, дорогие друзья. Так что завтра пойду делать документы уже сдавать. И всё. Вот такие вот новости у нас. Вот такие вот дела. Да? У меня уже пришли Маша, Егор, Света. Апсана с Катей ещё не пришли. Так что вот так. Ну ладно, дорогие друзья. Всем хорошего. А, да, кстати, ребят, забыла. Пришёл. Кикитейкс. Ну, сейчас ходим, посмотрим. Покажу вам то, что у меня пришлось. Я пойду открою и покажу. Если интересно, пошлите, смотри. Так, дорогие друзья, распаковала я уже посылку. Тут немного нынче, поэтому сейчас я вам покажу то, что я заказала. Так, ну, первое, давайте смотрим. Это туниха. Ростовка, 32-я. Вот такая вот эта я заказала Оксаночке, чтобы дома она носила. Надеюсь, вам видно всё. Ну, вот такая вот туничка. Внизу она вот так вот. Классная, слушайте, туничка с мышками. Оксана у нас мышек любит. 32-й размер. У нас 122, 7 лет. Оксана придёт, мы обязательно померяем. Так, ну, вот первая туничка. Давайте вторую посмотрим. Это у нас костюм Милаша детский на 116 ростовка. По-моему, на Ванюшку я его заказывала. Да, ребят, это на Ваню костюм. Вот такая вот кофта. Я не вижу, куда показываю, да? Ну, вот такая вот кофта на молнии. Очень классная, слушайте, качество вообще. Бомбезная. Ой, извините, вас немножко унесу. Но вот качество. Оно внутри немножко с флисом, видите? Кофта, короче говоря, вот такая вот с таким рисуночком. Очень красивая. И штаны. Штаны без карманов. Ну, по идее, зачем карманы? Внизу идет вот такая вот резиночка вроде бы, как бы. И вот такие вот штанишки. Тоже на флисе. Небольшой флис имеется. Классный костюм, мне очень нравится. И киса тут, как всегда. Дальше. Смотрим. Это у нас Василиса. Что-то не написано, что это у нас. А, вот. Платье. Маляша детская. 128. Сейчас посмотрим. Какое тут. На Марину это я заказывала. Платьишко в садик. Я уже брала как-то в теки-теки платьишко. Мне очень понравилось. Зайка. Вот такой вот зайка. Ребят, посмотрите, какой классный, да? Какая красота. Длинные рукавчики. Платьишко очень прочное, крепкое, суперское. Я ссылочку на теки-тек, ребята, оставлю в описании. Поэтому смотрите, там быстро разбирают. Потому что качество очень хорошее. Мне нравится. У меня кофта теки-тек у детишек есть. Костюмчики. И вот сейчас в садик будет, смотрите, такое красивое платьишко. Дальше. Смотрим. Я уже заказывала наподобие кофту. Только, по-моему... Маша, с чем у тебя кофта была? Не помню. С собаками? Или с кофтами? Не помню, короче. Такая же была? Нет, у тебя другой рисунок там был. И вот такую, короче, я кофту заказала. Ростовка у нее 140. Потому что та Маша уже становится маленькой. Она ее скоро, наверное, Оксане отдаст. А вот эта вот кофта... Маша, дай сюда кофту ту. Заказали. С такими ёршинский терьер, как у нас в Мася. Кофта нравится. Стирали много раз. Кофта суперская. Поэтому по качеству мне понравилось. И я решила деткам еще с ним заказать такую же кофту. Давай покажу. Вот, смотрите, ребята. Со звездами. Видите, мы брали? Классная кофта. Много раз стиралась. И цвет не потерялась. Видите, какая классная кофта? Маша ее носит очень часто, кстати. Очень нравится. И вот сейчас мы с собачками заказали кофту. Дальше. Последняя вещь. Это у нас идет пижама детская. Да, я знаю, что вы мне сейчас скажете, Настя, у тебя сколько пижам. Куда ты набираешь? Ну, у меня, детки, не забывайте, что растут. И вот такая вот красивая. Мне очень понравилась эта пижамка. Это для Мариночки пижамка. Вот такая вот. Шортики вот такие красивые. Посмотрите, какие суперские шорты. И какая футболочка. Видите? У нас ночью жарко. Марина всегда любит спать без одеяла. Потому что жарко. И поэтому такая... Вот такой вот, ребят, был заказ. Ссылочку на Тики-Тек я оставлю в описании. Поэтому проходите, смотрите. Ну, вот что могу сказать. Вот эти вот кофты, вот что я брала до этого, вот видите, кофта. Цвет мне поменяла вообще нисколько. Мне очень нравится. Платье в Тики-Тек я брала тоже. Классные. Цвет не меняет. Пижамки такие брала тоже. Вот это вот, правда, оно клеенчатое. Может быть, со временем снимется. Но я буду со временем вам говорить, как и что. Эту ничку мы наподобие уже брали. Поэтому нравится. Костюм мне очень сильно понравился. Короче говоря, заходите на Тики-Тек. Ссылка в описании. И заказывайте. Всем приятных покупок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...